Послание отца Абсолюта и Матери Мира о 23 октября 2017 года Расставание Здравствуйте, дорогие наши любимые дети! Трудно передать словами те чувства, которые испытывала Мария, когда ее любимый муж рассказывал ей о том, что предстояло им пережить. Это была и радость от того, что он наконец нашел то, что так долго искал, что рассеяло все его сомнения и вывело на ту дорогу, которая позволит ему достойно завершить дело своей жизни, ради чего он и родился. Это была и грусть, что заканчивается самый счастливый период их жизни, когда они могли спокойно наслаждаться общением со своими малышами и друг с другом, когда они могли жить, как обычные люди. Но наибольшим испытанием для нее был рассказ Иешу о том, что жрецы посоветовали ему оставить детей в Индии, чтобы не рисковать их жизнью. Это была величайшая жертва, которую пришлось им принести во имя своего служения. Еще несколько месяцев провели они на этой благословенной земле, где им было так хорошо и спокойно. Они все оттягивали свой отъезд, не в силах расстаться с любимыми малышами. И вот однажды Иешу услышал голос Бога. Сын мой возлюбленный, ты будешь видеть своих детей, выходя из своего тела и перемещаясь в пространство, тебе это уже подвластно. Ты сможешь не только видеть их, но и разговаривать с ними. Скажи им об этом, и тогда расставание не станет столь тягостным для вас. Им будет здесь хорошо, я обещаю тебе. Твой сын пройдет обучение великих посвященных в одном из тибетских монастырей и станет продолжателем твоего дела на Индийской земле. А дочь твоя вырастет чудесной доброй девушкой и будет отрадой Марии и твоей любимой матушке. Не беспокойся за них, родной мой. Дети поймут все величие того, что предстоит тебе сделать, и никогда не упрекнут тебя в том, что вам пришлось расстаться. Они будут гордиться тобой и бесконечно тебя любить. И Ешуа с Марией как умели, объяснили малышам, что мама с папой должны их покинуть, но что они всегда будут рядом, будут думать о них и разговаривать с ними. И вот наступил день расставания, наверное, самый грустный в их жизни. Они изо всех сил старались улыбаться и шутить. Им хотелось, чтобы дети запомнили их именно такими. И только скрывшись из виду, они дали волю слезам. И Ешуа прекрасно понимал, что он, в отличие от Марии, больше никогда не видит своих любимых крошек и не прижмет их к своей груди. Но он верил отцу, что сможет помогать ему вести их по жизни в же совсем другом качестве, не земного отца, а Бога человека. В этот раз они возвращались не спеша, останавливаясь в своих любимых местах. И особенно долго задержались они на берегу океана, там, где провели они когда-то чудесные дни во время своего первого путешествия в Индию. Им хотелось побыть вдвоем, насладиться божественной природой, набраться сил перед самым трудным и ответственным периодом своей жизни, когда они уже не будут принадлежать себе. Мария ни разу не упрекнула своего любимого Ешуа и была готова разделить с ним любую участь, даже самую страшную, ведь они были единой душой, двумя божественными половинками, соединением мужского и женского начал. Безграничные любящие вас, Отец Абсолют и Матерь Мира, говорили с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождение.